Доброе утро. Это рубрика «Проезд разрешен». Сегодня о правилах безопасности на дороге расскажу вам я, Дмитрий Ларионов, представитель комитета по защите прав автомобилистов. Проблемы знакомы каждому автомобилисту. Это гололед при температурах близких к нулю, когда ночью дорога подмерзает, а утром превращается в каток. Это грязь, которая делает дороги черными, фары грязными, а пешеходов трудно различимыми. Но самая серьезная и самая опасная проблема – это дорожные ямы. И именно этому посвящена наша сегодняшняя рубрика. Дорожные ямы причиняют автомобилистам существенный ущерб. Во-первых, от наезда на яму можно повредить колесные диски или резину. Можно повредить элементы подвески. Можно получить гораздо более значительные повреждения в зависимости от размера ямы. Кроме того, ямы вынуждают автомобилистов нарушать правила дорожного движения, в том числе с совершением резких маневров, с совершением необдуманных движений, которые могут поставить под угрозу безопасность движения, в том числе и других водителей. Что делать, если все-таки вы попали в ДТП при наезде в яму? Прежде всего, нужно относиться к этому событию как к самому стандартному ДТП со всеми вытекающими последствиями. То есть, нужно остановить автомобиль, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки. Нельзя трогать предметы, имеющие отношение к дорожно-транспортному происшествию. Это же относится к ремонту колеса. Следующим вашим действием должен быть звонок в ГИБДД. Настаивайте на том, чтобы сотрудник ГИБДД выехал на место ДТП и зафиксировал тот факт, что дорога ГУСТу не соответствует, что на ней имеются ямы, которые приводят к ДТП, к повреждениям колес. Пока вы ожидаете визита сотрудников ГИБДД к месту ДТП, можно заняться сбором доказательной базы. Нужно обзавестись предметами, которые можно использовать как визуальный ориентир размера, например, пластиковая карта, например, бутылка, любой подручный предмет, который можно измерить и которым можно визуально показать глубину ямы и ее линейные размеры. Допустимые по ГУСТу размеры ямы это 80 см в ширину, 15 см в длину и 5 см в глубину. Если размеры ямы превышают хотя бы по одному параметру эти значения, то яма ГУСТу не соответствует и нужно оформлять акт о ненадлежащих дорожных условиях. После того, как мы зафиксировали размеры ямы, нужно также зафиксировать, какие дорожные знаки установлены на подъезде к участку дороги, на котором эта яма находится. В данном случае, в начале данного участка дороги, на перекрестке с которого начинается улица, никаких предупреждающих знаков не установлено. Ни знаков ограничивающих скорость, ни знаков предупреждающих о том, что впереди участок с неровной дорогой. Советы автомобилистам, что делать при проезде ям. Самое главное, снести скорость, это позволит вам заметить яму заранее. Не делайте резких движений, не делайте резких перестроений, это позволит вам избежать ДТП с соседними автомобилями. Увеличьте дистанцию до впереди идущего транспортного средства, это тоже позволит вам заметить яму заранее. И соблюдайте требования знаков, не нарушайте правила дорожного движения, особенно связанные с выездом на встречку. Это был Дмитрий Ларионов, представитель комитета по защите прав автомобилистов и рубрика «Проезд разрешен». Дорожные ямы нами были сняты на улице Бажова. Будьте внимательны на дорогах.